Это программа «Время верить». Провозглашаю жизнь, исцеление. И мы рады сегодня с вами поговорить о вере, быть в вере. Это программа «Время верить». И я Вадим Шипилов, и со мной Олег Луговский, и мы поговорим о вере. Вера, которая движет горы, вера, которая открывает небеса, и из-за которой происходят чудеса в нашей жизни. Я верю в чудеса, и я знаю, что они возможны в жизни каждого, кто верит от всего сердца. Олег, я сегодня хочу поговорить из послания к Римлянам. И я верю, что это благословит многих из нас. Я вообще сам всегда благословлен от того, насколько огромное значение имеет знание Слова Божьего. И то, как я воспринимаю Слово, меняет мое мышление. И я хочу прочесть из послания к Римлянам, 10 главы, 9 по 11 и 17 стихи. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верят в праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. И 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Это меня просто впечатляет. Я понимаю, что вера, о которой говорил Иисус, которая делает возможным любое чудо в нашей жизни, она приходит от слышания Слова Божьего. То есть, как мы говорим, я услышал новость и поверил в нее. Ну, люди же так верят друг другу. Они говорят, ты знаешь, там-то и то-то и то-то произошло. Человек говорит, да, серьезно. И он в это и начинает верить и другим рассказывать об этом. И когда он другим рассказывает, он сам в этом убеждается, утверждается точнее. Так вот, Бог точно так же поставил чудеса или веру в зависимости от того, что мы слышим от Него. Вера приходит от слышания через слышание Слова Божьего. И он говорит, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верят к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Когда человек говорит, прости меня, Господь, я в тебя верю, верю твоему Слову, верю, что ты воскрес. Что происходит? Бог прощает грехи и дает ему спасение. Я думаю, что у нас есть сегодня хорошая тема поговорить о том, как же все-таки приходит чудо через исповедание Слова Божьего. Что ты думаешь от этого счета? Я думаю, что это очень сильно, это то, что взращивает нас. Потому что наша жизнь, она строится через нашу веру. То, во что мы верим, то мы и получаем. Так вот, источник веры, это именно Божье Слово, которое мы не просто можем говорить, мы призваны это говорить. Мы призваны говорить то, что Бог сказал. И именно по этому принципу...